наша грязная какая мамочки но она ночью из-за того что мокрая смотри рыжий потеки кошмар так говорят там где то есть кафешечка ты знаешь где такая курточка красивая очень такой в полуобмороке с видом на лодку сейчас еды принесут а еще мы попросили их пиво искали не пиво не продают просили их отправить курьера и нам его сейчас они так и сделают обожаю здесь сервис прочесть когда был прошлый раз там в малайзии в индонезии у них очень близкая кухня много многих местах и я себе упал чайку не называется тикторик и вот сейчас я его себе опять заказал это помощь и простой мы получаем ну порошковый порошковый но он очень вкусный а у тебя что что это такое у меня очень вкусный а из чего с маракуйей интересно еще какими-то местными ягодами можно пробовать можно прям реально вкусно это бананы в шоколаде бананы в кляре прикольно а у меня суп с мясом овощной но это вкусненько это может быть велодорожка вот это вот они сейчас будут газовать смотри это у них насколько я понимаю же сейчас футбол идет и они тут прямо с этим футболом у них вау вау это и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, восстанавливают Мангры За сеткой, чтобы они не заезжали Вон у них цапли там ходят Может еще, чтобы мусор туда не заплывал? ну и в том числе цапли смотри там прямо у них это да а вот там какой-то огар не высаживают смотри рассадник мангровый это электростанция у них наверное старая но уже не работает понятно потому что судя по всему не нет в этом необходимости но тем не менее вот ну да ну да ну что у нас дина шопин как тебе этот магазин это такой типа метра большой такой это вот все что мы купили получилось где-то в районе 200 долларов пять тележек неполных участвует дина пакует мы попросили весь парнишку нам организовать такси сейчас попробуем этот вопрос решить ну что ты готова дина устала вот у нас получилось вот так вот три тележки у нас тут даже яйца перепелиные прямо такие маленькие смотрите вот вторая тележка и воды 12 литровые полутора литровые бутылки один раз судит маленький где вы можете перейдите видишь приезжают потусоваться на маске молодежь и бегут и бегут и бегают красиво красиво смотри как он поймал боги дина почему у нас такой бардак на лодке это ты творческий человек у меня все структурировано на самом деле мы готовимся сейчас к переходу поэтому мы вот скупили на переход нет это понятно что мы завтра не выходит до но на переход и на переход и на стоянку в красивых местах короче народ у нас вот это вот все сейчас идет все в холодильнике в локер и все будет спрятано и в задние каюты вот так мы сейчас приехали опять сюда в кафешечку у нас задача следующая нам нужно купить топливо выбросить мусор мусор мы просто нас прямо с пирса его забрали топливо мы выгрузили канистры у нас их сразу забрали сказали сумму и уехала машина за топливом и сказали предоставят нам чек получается чуть чуть меньше доллара за литр там не принесли острая же ну ну так и выглядит как у меня это с курицей но вот увидите это выглядит просто огонь и по вкусу такое что друзья вот время когда мы выходим из амбона и мы будем направляться дальше уже на все острова которые вот идут в одной линеечке с бали и бали будет являться нашим как бы следующей точкой таким mail stone am мы будем двигаться и останавливаться в различных местах нам где-то около 800 миль если что-то по пути будет реально прикольная мы обязательно остановимся сделаем оттуда видосики а пока нас ждет небольшой офшор до следующей точке 300 миль погода ну скажем прямо вызывающая и дует сильно и карта течений сложно а и а фуху я понервничал но на самом деле мост реально высокий по нормально димся мы заходили сюда такая погода выходим такая погода какое-то место плохой погоды ужас но вроде как после уже ближе к вечеру должны но это все прекратится и дальше уже выйти там типа окей может по дороге еще где-то зайти но как мне не нравится вот такая погода и в дождь ходить вот эти опять начались фады фад это fish attracting девайс то есть они на вот этих вот домиках включают свет и под ними начинает жить сначала приходят мелкие рыбы потом за ними больше больше и потом совсем большие вот их они ловят вот если вы сейчас посмотрите насколько их много здесь по бухте они они небольшие но если присмотреться их можно увидеть кстати закончился очень хотелось бы верить что это так и будет дальше по прогнозу так и должно быть может быть ночью прийти опять плохая погода но пока и до вечера должно быть вот так и лучше ну посмотрим что нас ждет мы сейчас вышли в зону где вот видите волны пошли такие короткие это ветер уже идет напротив течение то есть течение идет оттуда ветер идет с другой стороны поднимает такую волну вот эти вот волны опасные потому что они очень резкие непредсказуемые вот идет волна так вот мы открыли сейчас передний парус я мы не ставил потому что достаточно скоро мы будем поворачивать на 30 правой у нас будет ветер при котором мэйн будет закрывать передний парус и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам сейчас осталось 20 морских миль до первых островов До финальной точки нам 82 мили Это значит, что мы туда придем с утра Ну и погода у нас успокоилась Смотрите То есть волны еще есть, но ветра стало сильно меньше Мы идем 5 узлов Ну вот у нас уже наша скорость Мы включили мотор, но на моторе мы заряжаемся То есть мы на нем сейчас не идем Мы идем под двумя парусами Вот четверочка Наш ветер 74 С портсайда 11 узлов То есть, грубо говоря, ветер уже заканчивается Вы видите, он хлопает Это значит, что Ну мы уже ветром пользоваться практически не можем То есть он нас уже не тянет Круса убраны В двух милях от нас Атол Мы идем сейчас против ветра Поэтому у них особого смысла уже не было Будем смотреть, какой там заход По погоде Я думаю, все понятно было Что где-то Ну вот как мы дошли до первых островов То ветер спал Ну Из новостей, из апдейтов Встать у нас на этот атолл не получилось Потому что атолла нет Вот мы сейчас проходим вдоль него Видите, вот эти вот волны, все Это вот на таком придется стоять Я был уверен, что Ну хоть какая-то полоска собля земли будет Потому что нарисовано Может быть за счет тайда Может быть на лоу тайде она вылазит А на хай тайде скрывается Но стоять просто посредине океана смысла нет Тем более до следующей точки Куда мы идем 28 миль Я думаю, что мы легко дойдем Там еще время будет Там встанем И посмотрим, что там и чего В общем, двигаемся потихонечку Но стоять здесь не получилось Так бывает Ну что, как тебе было ночью сегодня? Ну, в целом приемлемо Но мне, конечно, обычно на ночных вахтах Идет больше, чем тебе Если ночь дождей, то все дожди мне Если ночь падав, то все пады мне Я там угол проходила Там просто как минное поле Почему одним все, одним ничего? Фады Да, фад это fish attracting device То есть это такая паржа Ну или такая вот форма Плод, на котором стоят домик И горит лампочка И когда много Вид на ночи на каком они расстоянии В этом вся проблема И когда они кругом рассыпаны И тебе надо постоянно менять курс И непонятно еще на каком расстоянии они Они у тебя перед тобой просто все прятают Как будто бы на самом деле Это целое поле В общем, есть сложности В отличие от Сережи Я на вахтах не стремлю А я спал А я стремлю Субтитры сделал DimaTorzok Ой Ой Мы уже подходим Вот вы видите мыс За ним мы поворачиваем налево На порт сайт И где-то еще милю идем в глубину И там, я надеюсь, будет ровный якоринг И это такая большая бухта В которую мы сейчас заходим И через нее идем Кстати, у нас вышло солнышко немного Ну вот сейчас тут подошли некоторые тучки Но мы даже успели зарядиться Потому что у нас есть с этим некая проблема А проблема в том, что солнца нет У нас, ну хоть панелей и много Но если солнца нет Мы разрядились до 45% И вот сейчас моторим, заряжаемся Я думаю, что нам нужно реально солнце Хотя бы пару дней Чтобы выйти на стопроцентный режим Потому что заканчивается и вода И... Ну короче, это проблема Есть? Все, мы стали 74 метра у нас цепи Глубина 20 метров под нами Мы бросались на 24 Перед нами, между нами и пирсом какой-то врег Надеюсь, мы до него не доедем Потому что мы стали достаточно близко к берегу Ну а теперь Здесь какой-то коммерческий порт небольшой И... Где Черепов? Вот, в метрах 10 есть Оголовная Прикольно Рядом с нами тут стоят лодочки Какие-то рыбацкие Ну в общем, я надеюсь, что мы стали хорошо Тут вот рядышком пирс Чтобы выезжать на берег Ну в общем, будем разведывать На сегодня у нас будет день отдыха Хочешь ехать на берег? Мы хотим отдыхать Так что, пивасик победителя Да Или коктейль победителя Что-то хочу Нет Отдых победителя Сон крепкий победителя Все Мы приехали И здесь пару дней наверняка постоим Ну посмотрим Да, будем отдыхать Отдыхаем Сон крепкий победитель 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 Всем доброго утра Приятно Напоминаю, что мы сейчас находимся на юге Сулавесии И идем мы вообще на Пале Нам доброго утра Мы собираемся И выдвигаемся Маленькие сквиты Нет, это по-моему черви А может быть Икру кто-то отложил Может быть эти Типа сквиты икру отложили Ну или кто-то икру Что с этим делать? Скидывать? Не, вонять будет Давай его отмотать Ну, пока ветра не было Мы уже подняли мейн Вон он Потому что когда идешь без ветра Ты его просто поднимаешь Потому что твой аппарент хороший И мы сейчас зайдем за горы Они нас закрывают от ветра И там дальше будет нормальный ветер Вот он будет дуть как раз вот сбоку Вот оттуда Вот видите край острова Это мы уже повернули И идем прямым курсом на Флорес Мы идем под полными парусами У нас угол к ветру сейчас где-то 80 Дальше будет больше Там спереди какие-то корабли Мы с ними всеми спокойненько расходимся Я надеюсь, что такая погода, как у нас сейчас Будет прямо до Флореса И еще и попутное течение Так, у нас тут небольшой замес Смотрите, у нас тут куча лодок И вот мы сейчас Ну, с этим мы уже расходимся Это понятно Ханглима Мы расходимся с ним Ну, чуть меньше мили Он у нас прямо перед носом проходит А второй вот этот вот HD Dolphin У нас вот он Мы с ним идем Ну, прямо пересекаемся Поэтому надо будет сейчас что-то сделать Ну, мы можем чуть правее Или можем идти как угодно В общем, когда ближе подойдем Будет понятно Вот этот вот кружочек, который вы видите Это две с половиной мили Так, ладно Смотрим, что у нас чуть-чуть тут поменялось Что у нас с дельфином? Ну, такое себе Ладно Я думаю, что мы можем Ну, он нас, в принципе, обязан пропускать Но мы можем сделать вот так Чуть-чуть На десяточку Подвернем вправо Пускай он проезжает сюда А мы потом вот так вот поедем сюда Нам все равно У нас это По пути Что так, что так Ну, а вот этот первый Суден С которым мы расходимся сейчас Вот он Вот он спереди Перед нами Это вообще баржа какая-то Причем такая самоходная Большая баржа Мы расходимся с ней 0,3 мили GoPro очень сильно отдаляет Поэтому оно кажется Что расходимся далеко Но мы уже на таком расстоянии Что я вижу, как из-под него Разлетаются брызги Поэтому Сильно ближе мы к нему В любом случае не пойдем Что, Дина, ты там сидишь делаешь? Пусти-пусти О Прикольно А отправлять будешь голубями Или дельфинами? Ну Наверное, имеется Международно смотреть дельфина Чтобы стрелка не ходили Ну, это Буби, я думаю Буби Вот он рядышком с нами Сейчас проходит Мы уже легли Ровно на курс На тот, на который нам был нужно И Он уже прошел в сторону А мы уже идем туда, куда нам надо Вот так вот идешь Прямо идешь А потом так смотришь А у тебя сбоку плавает этот фад Вот Там вот Посмотрите внимательно Такая платформа Прямо посреди океана Здесь полтора километра глубиной Как они его сюда поставили? Всем доброго утра Вы видите За мной сейчас рассвет Вернее, это еще только самое начало Потому что солнце Вот-вот сейчас будет вставать Утренний Между прочим Это этот Титарик Техтарик Такой чай местный Очень вкусно Даже вот есть альтернатива кофе Ночка у нас прошла Совершенно спокойно Лайтово Правда один раз запустили мотор Потому что Ну вообще ветер спал Это у меня часы Если вы слышите Пищат о том, что нужно проверить вахту Нам до Цели осталось 41 миля Скорость у нас 4-4,5 То есть есть шанс Что где-то там Часа в три После обеда Мы придем уже Туда, куда нам нужно И надеюсь Что там будет красиво Ну посмотрим Пока у нас еще есть Время наслаждаться яхтингом И Условия, в которых мы яхтим Я бы назвал Наверное Идеальными И ночью было так И вчера вечером было так И сегодня с утра Так же У нас сейчас чуть под раздуло Идем шестерочку Под парусами Великолепно У нас полные паруса Подняты Скорость хорошая Волны нет Течение добавляет Класс Так, народ Сейчас я вам расскажу Одну историю Про чай Чай называется Техтарик А если серьезно То Тетарик Потому что Те это чай Тарик это тянуть На индонезийском Кстати говоря Индонезийский И Малай Это языки очень похожие И это вообще Какой-то Потомок Хинди Насколько я знаю И очень многие слова В Малай И в индонезийском Одинаковые Например Кот Будет кучинг И так будет На обоих языках И вот Тарик Это тянуть И это связано с тем Что этот чай готовится Как бы его так Переливают Из одного стакана В другой Не знаю зачем Но Весь чай Который сейчас Вот этот Тетарик Он Из пакетиков Пакетированный Причем Такой как Кофе 3 в 1 Делается Я вам сейчас покажу А на пачке написано Техтарик Техтарик Это национальный Напиток Малайзии Он популярен Во всех Саус-Эст-Азия Странах И вот Это Движение Повторяющееся Которое Как тянуть Когда его Из одной емкости Переливают В другую Оно служит Двум целям Одна из которых Это Охладить его Для употребления И это Чай Из Супер крепких Сортов Супер крепкого Сорта Черного чая И Вот этот Конденс Милк Как это называется По-русски Не сущенка Нет Но это Вепарейд Милк Вепарейд Это Короче Такая Такое Типа Консервированное Молоко В банках Но Очень Насыщенная По вкусу Концентрированная В общем Только Местная Тема Типа Придумали Мусульманские Иммигранты Из Индии Во время Второй Мировой Войны Они Они Когда Работали На Плантациях Рабер Три Как он В русске Гивей Ну Гивей Да Каучукового дерева Они Устанавливали Там Палатки При выходе И Все вместе Дружно Пили Этот чай И Традиционно Его пить С такими Ротикана Это Келепешки То есть Это прям Традиционный Завтрак Считался И Еще Во многих Местах Можно Заметить Что это Целая Церемония То есть Они Добавляют Зрелищности Протягивают Этот чай Из емкости В емкость Над головами Людей И Это Показывает Очень большое Мастерство Этого Чаедела Тектарильщика Ну давай Пей свой Тектарик Короче Народ Это Представьте Себе Крепкий Черный Чай Причем Такой Насыщенный Вкусный Чай И Молоко Такое Тоже Насыщенное Здесь Все Вкусы Такие Серьезные И Он Немножко Сладковатый То есть Когда ты Его Заказываешь Где нибудь В ресторане Они Его Приносят Таким Сладким Я не знаю Ну наверное Ложки Три Туда Кладут Ну я Люблю Сладкое Но Даже Для меня Это Перебор А вот Эти Которые Пакетированы Они Они Тоже Пакет Готовят Потом Добавляют Сахар Ну вот Это Вообще Великолепное По сочетанию Мне Очень Нравится И Вот Сегодня Я его Даже Пил Вместо Утреннего Кофе Великолепный Напиток И Если Кстати К вам Гости Местные Приходят Они С удовольствием Этот Титарик Пьют Короче Мы уже Близко Вот Этот Островок Но Зайти К нему Такой Челлендж Тут Ну Вроде Как бы Все Просто Там Типа Риф Но Он Настолько Огромный И Тут Какие Камни И Этого Всего На Карте Нет И Куда Ити Вообще Нихера Непонятно Но Мы Сейчас Вот Так Сделаем Большой Круг Но Там Какие Камни Там Ну В общем Сейчас Я на Карте Покажу Вот Камни Вот Камни Нам Сюда Этот Остров По Размеру И По Форме Совсем Не Совпадает У Нас Вот Здесь Вот Он Вот Такой Мы Сейчас Вот Обходим Короче Какой То Заход На Этот Остров Вообще Непонятный Потому Что Ну Проблема В том Что На самом Деле Карт Нет Ну Что Вот Подходим К острову Там Уже Спереди Видно Мель У У нас Сейчас Глубина 35 метров Поэтому Дробь Достаточно Большой Будет Итак Стали Мы На 20 Метрах Вывалили 75 Метров Цепи А Вначале Бросили Мы На Глубине Метров 16 Хотя Это Было Близко К Рифу И Стоим Мы Далековато Но В принципе По Барабану Ну Что Какое Место Великолепное Какая Красота Это Остров Трех Пальм Остров Трех Пальм Даже Звучит Хорошо Такой Вот Здесь Островочек Великолепный Мусора Как обычно Очень Много Я Так Понимаю Что Его Сюда Накидывает Когда Шторма Потому Что Так Вот Сама Береговая Линия Ну Типа Мор Лес Окей Видите Сколько Здесь Всего Ужас Пахнет Птичьими Да Ясно 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 Я думаю Надо просто Морду Окунуть Знаешь И там И там Паузер 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 Дина Там Роется В мусорке Красиво Красиво Конечно Очень Вот Вот Такое У нас Здесь На пляже Мероприятие Жук Дрон Дина Дина Собирает Ракушки Как обычно Мероприятие 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что, Дина, рвем когти? Ну да, только разложилось, развесилось и оказывается, что у нас планы резко поменялись. Мы не идем на Флорес, мы не идем на Комодо, мы не идем на Ламбок и Кили, а мы очень быстро из всех сил летим на Бали. А там неинтересно, там туристические места, мы видели совершенно интереснее. Ой, не наговаривай, там, мне кажется, будет очень классно. Но мы еще сходим. Но у нас появились новости у меня конкретно. Пришло две их за один день. Обнаружила я их с утра в почте. Одна это то, что моя картина, одна из, прошла очень большой серьезный конкурс будет участвовать на выставке, выставке кураторской в классной галерее, очень в Майами. И нужно срочно ее туда отправить. А до этого ее нужно вставить в качественную хорошую раму достойную. В общем, поэтому мы несемся на Бали, чтобы все успеть. А вторая новость, то, что другие картины две, у меня покупают лицензию на них. И их нужно срочно, очень качественно отфоткать. На лодке это не получится, там нужно со вспышкой, задержкой и вот это вот все. В общем, супер большого разрешения оно должно быть. Тоже на лодке мы такого сделать не можем, поэтому мы несемся на Бали. Там всего 400 миль, даже меньше, 380 миль. Ну, все как мы любим, 3 дня где-то, да, 3 сотых. Ну что, погнали? Попаковали! Так, ну что, мы выходим с плаву Тамбуна и впереди нас ждет много сотен миль. И мы двигаемся напрямую на Бали. Маршрут у нас будет с хорошей погодой, при хороших условиях. И мы заходим на юг Бали в Сиранган. Ну что, народ, вот мы наконец-то и пришли в нашу точку, наш Мейлстон. Мы находимся с вами сейчас на Бали. Бухта Сиранган, такой местный небольшой порт для рыбацких лодок. И здесь мы нашли человека, который поставил нас на буй. Отсюда мы уже будем думать, что будем делать дальше. Сделаем такую хорошую паузу, хотим отдохнуть, привести себя в порядок после длинного перехода. Справа пирс, там коммерческие корабли, туристы, все дела. Ну, в общем, стандартная процедура. Друзья, чтобы не пропустить наши видео, не забываем подписываться на канал, ставим, проверяем колокольчик, обязательно ставим лайк, пишем комментарий. И напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, чтобы туда попасть, нужно пройти бот. Если вы бот проходите, добро пожаловать. Если нет, значит, как бы канал будет для тех, кто его прошел. Все, друзья, до встречи в следующем выпуске. А дальше мы вам будем рассказывать уже про Бали, про то Бали, которое мы видим с воды. А это все-таки Бали немножечко другое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok